По крайней мере, большинство из вас видело новенькие компьютеры, ноутбуки на полках магазинов техники. И большинство из вас видело некоторые ПК или ноутбуки без ОС или с установленным Фридос, но могут на полке присутствовать уже включенные ноутбуки и там красуется установленная система Windows в комплекте. Но там показывается полная версия системы и любой посетитель может намеренно, либо по приколу, сделать системой на витринном ноутбуке всё, что в душе вздумается, игру поставить, создать аккаунт, что-либо ограничить и так далее. И для таких случаев был придуман специальный режим Windows – Windows Retail Mode. По-русски это режим для демонстрации в магазинах или демонстрационный режим Windows. В этом видео мы это как раз и рассмотрим. Этот режим в основном полезен и предназначен для сотрудников розничных магазинов, которые хотят продемонстрировать покупателям Windows. Впервые такой режим был добавлен с выходом Windows 10 в 2015 году, и самое интересное, что подобное нигде не анонсировалось. Поначалу я думал, что для включения этого режима необходима обязательно активированная Windows, но нет, ей вообще кажется плевать. В Windows 10 этот режим активируется в приложении настройки, пункт обновления безопасность, вкладка активация. Но в Windows 11 это включается чуть-чуть иначе. Вкладка системе и пункт ключ продукта и активация. При открытии вкладки наведите курсор на слово Windows 11 Pro, которое написано жириным шрифтом, и нажмите на него до того момента, пока не услышите системный звук. Появится окно с предложением перейти на демонстрационную версию для розничной торговли. Однако нас предупреждают о том, что все выше настройки, пользовательские папки по типу документы и музыка, программы, локальные привязанные аккаунты будут отвязаны и удалены, а сама система выполнит полный сброс. И это действительно правда, если найдется такой человек, который попробует сделать это на реальном компьютере, то не делай этого. Серьезно, это снесет всю твою систему, эй. Я сейчас сам это тестирую на виртуальной машине. Так вот, нажимаем да, и мы видим окно настройки Retail Demo Experience. Ну, в узкой версии это называется как учетная запись Microsoft. Она запрашивает у нас код доступа к розничной торговле, СКУ у продавца и идентификатор магазина, но нам не нужно ничего предоставлять из этого. Все эти пункты необязательны, поэтому просто нажимаем далее и появляется следующий этап настройки – удаление учетной записи администратора. Нам предлагают задать пароль будущего администраторского аккаунта и через сколько дней удалить эту учетную запись для гарантии полного отсутствия клиенту, который смотрит на витрин ДПК, доступа к правам администратора. Нажимаем «Готово» и система отправляется на перезагрузку. После перезапуска перед нами происходит автоматический вход в аккаунт некоего Никиты Смирнова, но это стандартная имя и фамилия. В английской версии системы пользователь называется как Darren DeYoung. Также во время входа в систему со стороны серверов Microsoft садится аккаунт с рандомным логином и паролем. И вот на этом мы позже заострим внимание. Перед нами появляется совершенно чистая система, и через некоторое время после входа опять происходит перезагрузка. И после всех перезагрузок совершается проверка обновления UEP-приложений, и если имеется обновление какому-либо стандартному приложению, то оно его скачивает и обновляет. Позже запускается специальное приложение под названием «Подготовка служб Microsoft для демонстрации в магазинах», где оно скачивает все необходимые демо-файлы, службы, устанавливает популярные приложения по типу Instagram, TikTok, Facebook и прочих приложений, которые привязаны к региону. Эти приложения и то, как они работают на самом деле, мы также затронем позднее. Однако во время скачивания этого контента открывается специальное полноэкранное приложение, которое попросту показывает логотип Windows и различные анимации с ним, а вся настройка происходит в фоне. Причем там старый логотип Windows показывается. Как только все скачается, перед нами появляется уже другое демонстрационное видео, уже презентующее Windows 11, а в углу экрана красуется QR-код, и если отсканировать его, то мы попадаем на главную страницу Windows на сайте Microsoft. Но нам ролик не интересен, поэтому убираем это видео всего лишь обычным движением мыши. Перед нами появляется окно с заголовком Demo Hub, где кратко показываются характеристики компьютера, название производителя компьютера, рекламное сообщение о том, что сейчас действует бесплатное обновление, и вот нам представляет Windows 11. Приложение обычным способом закрыть нельзя, его можно свернуть в компактный вид, где будут показаны характеристики демонстрируемого компьютера, а если его закрыть через диспетчер задач, то оно открывается вновь. Ну ладно, это нам вряд ли интересно. Тут интересна одна вещь. Это, по сути, халявный аккаунт Microsoft. Да, как я уже сказал ранее, при включении демо-режима нам создаётся учётная запись Microsoft, которая привязывается к нашей системе и, по сути, даёт попробовать все функции этой системы. Однако, аккаунт создаётся на стороне серверов live.com с логином rdm и рандомными цифрами. И с рандомным паролем. То есть, если мы попытаемся войти в этот аккаунт с другого устройства, то у нас это банально не получится из-за того, что мы попросту не знаем пароль от данного аккаунта. А запрос восстановления не даст никаких результатов. Но всё же перед нами полноценный аккаунт Microsoft с почтой Outlook, синхронизацией Microsoft Edge, облаком OneDrive, доступом к Microsoft Teams и прочими сервисами от Microsoft. Чтобы продемонстрировать, что перед нами настоящий полноценный аккаунт Microsoft, я залью файл на OneDrive и напишу письмо от этого аккаунта на свой личный e-mail. Отправляю письмо и, пожалуйста, мой личный e-mail без проблем это самое письмо получил. Залью, к примеру, картинку на свой OneDrive и поделюсь этим файлом в виде ссылки. И так же всё работает, открывая ссылку и мне без проблем выдаётся файл, который я загрузил. А теперь давайте рассмотрим работу приложений а-ля Instagram, TikTok, Facebook и прочих... приложений. Как же они работают? Очень просто. Это банальное веб-приложение, которое построено на технологии Microsoft Edge. К примеру, я открываю Instagram, появляется его окно и через пару секунд в этом самом окне открывается мобильная версия сайта Instagram. Б. Бюджетно. Исключение из всех популярных приложений, которые для меня были скачаны системой, составляют только Spotify и Яндекс.Музыка. Яндекс.Музыка сделана на основе UDP, а Spotify так-то полноценное приложение Win32. У этого режима есть режим администратора, он открывается в программе, которую уже называли ранее. Подготовка служб Microsoft для демонстрации в магазинах. При нажатии на кнопку режим администратора. И пароль тут специальный, не тот, который мы задавали в начале. Этот пароль TRS10. А пароль, который мы задавали в начале включения режима, прикреплён за учётной записью Retail Admin с полными правами администратора. А учётная запись, с которой мы сейчас всё проверяем, и которая в русской локализации системы называется как Никита Смирнов, с ограниченными правами. При запуске каких-либо служебных утилит по типу командной строки или Windows PowerShell, нам сразу попросят написать пароль от аккаунта администратора для запуска подобной утилиты. Вводим пароль и мы видим экран администратора, где мы можем изменить спецификацию устройства, указать цену и прочие параметры. Удалить или загрузить свой демонстрационный ролик на замену стандартному, изменить время завершения работы, задать автоматическое подключение к определённой сети Wi-Fi и импортировать свои демонстрационные программы. Также здесь есть кнопка для изменения общих параметров режима, где находится полное удаление всех демонстрационных материалов и полное выключение демонстрационного режима. И каков вывод-то? Да его тупо нет. Эта функция вообще не нужна, как по мне, она не имеет какого-либо смысла вообще. Да, эта функция в основном полезна и предназначена для сотрудников розничных магазинов, которые хотят продемонстрировать покупателям компьютер с предустановленной Windows. Но я не удивлюсь, если она и там не будет нужна. Характеристики ПК можно написать на бумажке и приклеить на витрину, где находится демонстрируемый компьютер. А отличия между демонстрационным режимом и обычным, если не считать халявным аккаунтом Microsoft и кучей фирменных приложений, и региональных ещё к тому же, нет. Но если кто-то работает в каком-либо магазине техники, по типу в Беларуси как пятый элемент, электросила, или же в России DNS, то мне было бы интересно узнать, нужен ли там этот режим вообще или нет. Потому что я не знаю, озадачила, если честно. Как это всё отключается? Заходим в программу для подготовки демонстрационных служб, нажимаем панель администратора, вводим код доступа, если вы забыли, то код доступа TRS10. Нажимаем кнопку «Изменить параметры RDX». В открывшемся окне нажимаем «Дополнительная настройка», и там будет кнопка «Удалить RDX», и она полностью отключает этот режим. Однако для того, чтобы отключить режим, нужно опять делать полный сброс настройок устройства, а это опять удаление всех программ из системы, личных настроек, аккаунтов и прочей системной информации. То есть после отключения перед вами снова будет абсолютно чистая система, но без всех этих штук. И привязанный аккаунт Microsoft, который был сделан в демонстрационном режиме, вы потеряете навсегда. Как будто вы только что установили чистую Windows на свой компьютер. Вот такие дела. А на этом всё. Надеюсь, вам было интересно. Ставь лайк и подписывайся на канал, чтобы не пропускать новые ролики. Мне будет приятно видеть ваши оценки. Спасибо за просмотр и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok